Минувшую субботу в Доме культуры Всероссийского общества слепых состоялось первенство в области Парась. По русским шашкам среди юношей и девушек участие принимали как новички, так и опытные игроки. Подробностями наш корреспондент. Доска 8 на 8 клеток, контрольные часы, шашки, занимающие первые три ряда с каждой стороны. Цель одна – съесть или запереть все шашки противника. Все как у взрослых, только друг напротив друга сидят еще пока не гроссмейстеры, а школьники самых разных возрастов. 95-й и 2000-й год рождения – это одна группа, следующая группа – это 2001-2003 год рождения, потом 4-й, 5-й и 2006-й и моложе – это отдельно. То есть мальчики и девочки также отдельно за отчеты имеют. За своих чат пришли поболеть родители, правда издалека, потому что подходить к ребятам во время игры было запрещено. Помимо этого юным участникам строго запрещалось просто так двигать шашки. Правила едины для всех, кроме 10-летней Ульяны Агашиной – слепой от рождения. Несмотря на то, что Ульяна давно увлечена шашками, она впервые играла наравне со зрячими детьми. Для девочки даже подготовили специальную доску. Интересно это тем, как сходит соперник, как можно съесть. А вообще эта игра тоже очень интересная сама игра. Ульяна, конечно, да, Ульяна мне поддает настроение, радость просто в жизни. И, естественно, большое спасибо школе. Без школы бы у нас ничего не было этого. В общей сложности между собой соревновались 39 школьников из Ярославля, Ростова и Гаврилов-Яма. Участвовали как начинающие, так и опытные игроки. Например, у перворазрядника Ивана Дьяченко, несмотря на юный возраст, уже есть серьезные победы. Городских, всяких, как бы, сны, этапы кубка школы, ну все, разных, я не помню, много было. У семилетнего Алексея Кулакова первая ничья. У нас сейчас была один раз девочка выиграла, с которой я играл, а сейчас у нас была ничья. Соревнования шли два дня. Победители этого турнира отправятся на первенство ЦФО. Ксения Рулева, Лев Белков, ЯНовости.